Как вы уже догадались, по видео и по названию слайда, сегодня мы поговорим про довольно сложную тему. Это переговоры в дизайне. Сразу оговорюсь, что я не эксперт переговоров. Я все еще только учусь. И возможно какие-то ошибки буду допускать в ходе всего действия. Вот. И наверное, оговорю сразу, что все кейсы мы рассматривать не сможем, какие есть, потому что тема очень обширная. И без того как бы очень много кейсов, которые возможны. С точки зрения как договориться с project manager, как договориться с клиентом, как договориться с коллегами или разработкой или любым другим человеком, который входит в вашу команду. Поэтому мы, пожалуй, начнем с основных вещей. Что такое? Еще громче? Окей. Хорошо. Вот. И мы тогда начнем с основной вещи. Вот. Это… А кликер не работает? Собственно, три основных вещи, на мой взгляд, без которых невозможно в принципе начинать переговоры. Объясню почему, как бы чуть попозже. И первая самая важная вещь – это цель. Вроде кажется очевидным, да, зачем нам обсуждать цель, если и так понятно, какая цель должна быть у переговоров, если вы на них присутствуете. На самом деле не все представляют себе цели, которые могут быть и возникать в переговорах. Особенно это касается очень сложных переговоров, когда вы, например, внезапно вдруг на них оказались. И как вы, если… Ну, кто успел посмотреть видео, да, про эксперта, там четко можно разделять, какие у кого цели. Сейчас мы об этом поговорим чуть подробнее. Собственно, действующие лица, как бы, которые мы уже перечислили, это в основном руководитель, вот, сам заказчик, который также является руководителем другой стороны. Это дизайнеры, разработка, project manager и другие специалисты, которые могут так или иначе принимать участие в переговорах. Цели, да? Собственно, цели каждый из оппонентов может преследовать довольно разные. Но их можно свести к трем основным целям, которые так или иначе касаются рабочего процесса. Первая цель – это личная, которая может быть основана на каких-то эмоциях или на ваших личных убеждениях, морали, этике, в принципе, убеждений по жизни, которыми вы руководствуетесь каждый день, приходя на работу, моя дома кружку или еще что-то. Вот. Эти цели обычно преследуют ваши потребности как человека у работодателя. И они не всегда, а в большинстве случаев в своем, как бы никогда, не сопоставимы с целями, которые вы должны учитывать при переговорах. Второй тип целей – это корпоративная. И под корпоративной целью она не столько вынужденная, как у меня написано на слайде, но она вас обязывает следовать определенным правилам, например, трудовой договор, или правилам работы в компании, которые позволяют компании приносить прибыль. И есть еще один тип цели – смешанный. Это, наверное, больше мое название этой цели. Это цель стратегическая. Когда вы, например, миксуете свои личные убеждения, не вводите их в переговоры, но при этом следуете корпоративной этике и правилам, которые приняты у вас в компании. И чем это полезно? Если вернуться к личным целям, то мы можем сказать одну вещь. Она вас толкает на компромиссы. Любого рода. Если вы себя ставите в ситуацию, в которой вы вынуждены что-то делать, как, например, в корпоративных целях, но там больше не вынужденная, а уставная истина, то в личных целях у вас больше способствует эмоциональная составляющая. Например, вы поругались с менеджером, вы не хотите работать на проекте, и под этими эмоциями у вас возникает куча разных мыслей, на основе которых вы в конечном итоге принимаете решение. Если говорить о видео, которое мы видели, то личной целью больше, наверное, мотивированы два сотрудника. Это project manager и специалист дизайна со стороны заказчика. Потому что линии в форме котенка, там вот это вот все, маркетинговые исследования. А project manager следует смешанной цели, но превалирует лично, потому что он может получать, например, процент от проекта, и насколько будет успешен его проект, мотивирует личный его с точки зрения финансов. Корпоративным целям следует из этого видео в основном два человека. Это руководитель со стороны исполнителя и руководитель со стороны заказчика. Но они разнятся между собой. И договорившись на компромисс, который не учитывает определенных деталей разработки самого процесса, они заведомо делают себе ловушку, в которую попадает весь проект целиком. То есть эта ловушка звучит так, как не идите на компромисс заранее. Потому что руководитель договорился, его цель договориться, он не выполняет работу. Ваша цель будет заключаться в том, чтобы эту работу выполнить в большинстве своем. Поэтому если вы в этих переговорах вступаете на компромиссы, как я же все могу, я эксперт, то потом за эти слова вас будут отчитывать, и вы будете за них отвечать. Чтобы такого не происходило, вам нужно следовать всего одному правилу, например. Это если цели нет, то лучше молчите и не высовывайтесь. Слушайте, и пока не станет понятно. Как только у вас сформируется цель, есть вторая вещь, без которой нельзя обойтись. Это аргументы. Аргументы в случае, например, дизайн специалиста могут быть следующие. То есть это определение у нас такое выдуманное. Но я постарался более или менее сопоставить все это. То есть цель это примерно… Аргумент это цель, которую вы должны продвигать не глаз на глаз, на подговоренностям, не важно. Очень привлекательно для заказчика таким образом, чтобы вам поверили и чтобы это действительно оказалось правдой. То есть врать вы не должны никому. Это могут быть различные пруфы, референсы, аналитика, исследования дополнительные. Прежде чем вы отправляетесь на переговоры, у вас должна быть эта информация. То есть здесь мы не рассматриваем предварительный этап предпродажи, когда вы должны что-то показать заказчику, прежде чем в принципе вообще выйти на определенного уровня переговора, который может заключить к сделке. То есть все вот эти процессы, которые мы обычно используем в DataArt, как дедлайны, эстимейты, большие договора корпоративные, и какие-то данные, и аналитику, например, как UX делают, или бизнес-аналитики перед тем, как что-то вообще сделать, описать бизнес-процесс, все вот это, оно аргументирует вашу точку зрения очень хорошо. И заказчик начинает в нее верить. Потому что в большинстве случаев, не знаю, 90% возможно, заказчики не делают никакой аналитики вообще. И если у вас будет эта информация, вы сможете легко подавить любые встречные аргументы, которые вам даются. Но это еще не все. Самое важное в этом то, что заказчик должен сам решить и прийти к этому решению, что ваши аргументы натолкнули его на мысль, которая сделает его проект лучше и супербомбическим. С которым он может выйти на рынок, поговорить со своими друзьями, чтобы они ему дали больше денег, или еще как-то. Не является аргументом все, что вы не можете объяснить человеку в течение 30 секунд, чтобы вас начали слушать. В большинстве случаев на переговорах приходят люди, которые уже подкованные и что-то знают. Они не приходят туда абы как, у них есть прототип, либо у них есть команда, которая за них подумала, либо еще что-то. И если вас не слушают в течение 30 секунд, лучше делегировать полномочия человеку, который сможет в течение 30 секунд убедить его так и потом продолжить разговор. И эта ситуация порождает в себе еще одну очень каверзную вещь. Когда вы не можете объяснить, например, человеку правильную мысль, то это не значит, что она неправильная. Это просто вы не умеете объяснять ее. Просто у вас нет достаточных навыков, чтобы вас послушали. И это также может выливаться в ошибки по проекту, которые потом будет очень сложно исправить на дальнем этапе. Именно поэтому очень важно сформулировать стратегическую цель изначально всей команды. Ну или хотя бы договориться об этом на бумаге или на каких-то договоренностях, которые приемлемы для вас. Ну и проще говоря, если у вас есть цель, четко сформулированная, но нет аргументов, все так же сидим, молчим, внимаем и слушаем. Потому что чем больше информации у вас будет, тем качественные аргументы вы сможете подготовить. И потом вставать в оппозицию. Еще одна ловушка, которая здесь важна. И вы хотите представить оппоненту аргумент. Это ловушка номер два. Не говорите того, чего вы не знаете. Если вы вдруг сказали этого, то нужно вовремя исправиться, сказать, что мне об этом сказали то-то, но надо перепроверить. Либо самый лучший вариант, как бы я сейчас не готов ответить, давайте мне время, я подумаю и приду к вам с результатом. Вот. Ну и третья важная вещь, без которой вообще ни одни переговоры не строятся, вот это навык. Что под навыком подразумевается? Под навыком может подразумеваться природное обаяние, умение разговаривать, языки, умение влиять на человека, психология. И все, что мы называем в принципе soft skill-ами, это очень важная составляющая для того, чтобы вывести переговоры на нужный вам уровень. Безусловно, здесь мы разговариваем сейчас не о том, что у нас сидит команда людей, менеджеров, дизайнеров, которые участвуют в переговорах, а мы говорим лично о вас, как о человеке, который участвует, как обособленной личности. Потому что в принципе роли, когда человек разговаривает на переговорах, они уже заранее известны всем, и есть руководители, и есть специалисты, которые следуют указаниям руководителя. Поэтому здесь важно это различать. Вот. И все-таки, если у нас сформулирована цель, есть аргументы, но нет навыков, мы уже можем вступать в переговоры, но делать это крайне осторожно и набивать шишки. Чем больше шишек вы набьете за всю свою карьеру, тем лучше для вас, потому что вы будете знать наибольшее количество кейсов, которые могут произойти на переговорах. Например, приходит к вам заказчик и говорит, я не знаю, что хочу, но сделайте мне красиво. Это мое любимое. Что такое красиво? Никто не знает, что такое красиво. Для меня фиолетовый красиво, для него красивые, не знаю, Мазератия или еще что-нибудь. Поэтому здесь лучше подготовиться заранее и методом проб и ошибок найти именно ту золотую середину, которая выведет вас на правильный алгоритм действий. Это, в принципе, все, что нужно для того, чтобы вести успешные переговоры. Ну и, естественно, еще включать ум. Поэтому это будет вашим арсеналом. Ничего больше не нужно. Есть Google, есть коллеги, есть ресурсы извне, которые вы можете почерпнуть, поговорить, посоветоваться. Как бы руки открыты, поэтому вперед. Второй интересный вопрос, который я хотел бы сегодня озвучить, это как заслужить доверие и вывести проект из пучины. Внезапно и незаметно. Здесь возможны две ситуации и всего три пункта, которым лично я уже следую на протяжении пяти лет, которые, в принципе, мне помогают. Первые две ситуации, которые возможны, потом про пункты. Первая ситуация – это когда весь абзац, который произошел, вы создали сами. Вторая ситуация – это когда абзац произошел до вас. Исторически так сложилось. И три пункта, которые помогут этого избежать. Это первое. Делаем сразу хорошо и выстраиваем аргументы правильно, вовремя, а не во время. Что это значит? Это значит, что если вы три раза сделаете очень четко, быстро, по делу, в команде, в которой вы на вы, то вы заслужите доверие. Это делается на раз-два, за один-два дня. Главное сделать это четко. Возможно, не лучше всех, но быть на шаг впереди, чем остальные. Кто до вас этого сделать не смог. Возникает ситуация, когда это очень трудно реализовать, потому что заказчик капризный. Но даже если вы сделаете лучше, поскольку вы сделали лучше, вряд ли это останется незамеченным. И к вам будет больше лояльности и доверия. Поэтому это первый пункт. Второй пункт – это необходимо экономить время и продумывать все, что даже не нужно продумывать на всякий случай. Потому что есть такая ситуация, как пивот за один месяц, помноженный на три, когда у вас было сначала одно, потом появилось другое через две недели, а вы нарисовали уже 50 макетов. А потом случился еще один пивот, и нужно вдруг внезапно нарисовать еще 50 макетов. Все эти ситуации касаются в основном каких-то очень мелких изменений, которые можно было бы встроить, чтобы избежать пивота. Но поскольку заказчик этого сразу не может увидеть сам, ему нужно об этом сказать. И когда у вас заготовлено место в макете, например, сэкономленное, и вы знаете, какое решение принять, не тратя на это кучу времени, и выдав его, скажем, за полчаса, осмотреть, у меня есть решение, это сыграет вам на руку. Ну и самый сложный пункт, на самом деле, это не доводить все до истерики. Я вообще очень эмоциональный, например, реагирую на некоторые вещи. И мне бывает иногда очень сложно не послать кого-нибудь далеко и надолго. Но, как практика показывает, лучше всего пойти куда-нибудь, выпить кофе, закрыться, посидеть там час, полчаса, не знаю, успокоиться, прийти и с новыми силами, никого не обижая, идти дальше. Объясняю почему. Потому что это очень продуктивно получается. Потому что вы могли человека не так понять, он мог не то сказать. Все мы люди, все мы ошибаемся, все мы разные. Но если у вас стратегическая цель, выстроена в команде правильно, и все о ней знают, то никаких таких вещей вообще не должно возникать в принципе. И это очень сложно постижимый навык, но он нужен. Кто-то одаренным уже отродясь, а у кого-то, например, как у меня, эмоции иногда зашкаливают. И второй момент. Если пущина, в которую вы попали, образовалась до тебя, самый лучший вариант здесь – это поставить новую цель, обсудить ее со всеми, придумать аргументы и вступить в переговоры, которые, возможно, спасут проект, если он еще не совсем умер. У нас был случай такой, когда человеку делали сторонние дизайнеры заказ и не дорисовали его до конца. То есть они не придумали стейты, не прописали флоу, ничего не сделали, они сделали визуал-концепцию, а разработчик запустил это в проект. И спустя три месяца все поняли, что у нас же стейтов нет, оказывается. Надо же что-то делать. И наши ребята в этот момент проявили себя очень грамотно. Они, во-первых, полностью отрисовали сразу, когда увидели все это. То есть заранее, пока было время свободное. У нас бывает в компании время, когда человек выпадает из проекта и находится в стадии ожидания. В этот момент он может обучаться либо привлекаться на внутренние проекты. Но поскольку был такой случай, было очень уместно подумать над этой логикой и все заново отрисовать. И ребята у нас справились достаточно быстро. И потом этот проект все-таки запустился на новом дизайне, который наши ребята рисовали. Конфликты. Когда вы встречаете опытного спикера, человека, влиятеля, переговорщика, оппонента, так, как хотите, называйте, есть всего два пути победить. На мой взгляд. Я за истину не ручаюсь в последней станции. Первое и самое, наверное, надежное это заключить союз. Когда вы понимаете, что человек опытный, он несет пургу, он реально толковый и разбирается в своей предметной области, но у него есть определенные корпоративные либо личные мотиваторы и ваши цели не совпадают, самое время заключать союз. Если вы не хотите потерять заказчика. Как это делается? Все тем же методом. Вы определяете стратегическую цель, разговариваете и понимаете точки соприкосновения, чтобы друг друга не трогать и не волновать. В этом случае у вас есть на стороне заказчика союзника, партнер, на которого можно положиться. Да, есть риск того, что он может в нужный момент все-таки следовать своим интересам, но лучше так, чем просто потерять клиента. В этом случае мы клиента можем сохранить и аккаунт продолжить. И вторая вещь – это холодная война. Холодная война – это один из очень эффективных, но очень затратных по ресурсам методов борьбы. Когда человек, который… Я имею в виду заказчик, который пришел к вам. Я сейчас с точки зрения дизайна говорю, да? Помните. Когда человек приходит к вам, у него есть наработки, но они настолько отсталы и не в ногу со временем, что любое поползновение на эту тему, на его территорию, вызывает крики. В этом случае нужно попробовать два раза. Два захода. Первый заход спокойный. Второй заход более агрессивный, но тоже спокойный. Если не сработало, вы либо делегируете эту задачу, потому что вы не в состоянии это вынести. Аккаунт может просраться. И второй вариант – это холодная война, когда вы говорите, да, хорошо, я соглашаюсь с вами. И в этом случае человек на собственном примере, на собственном опыте, набивая шишки, тратит весь свой бюджет, потому что он слишком упрям. Это не очень хорошо с точки зрения исполнителя, но по-другому человек не понимает. Есть такие люди просто, которым нужно понять это на собственном опыте. И через какое-то время, месяц, два, три, если это долгоиграющая какая-то штука, он может прийти и неожиданно для вас сказать, я тут подумал и придумал решение, которое мы ему предлагали три месяца назад. Я придумал, давайте сделаем. Мне понравилось с вами работать. Это будет неожиданный результат. Абсолютно ни для кого. Бывают люди, которые уходят на шесть месяцев, на год, а потом приходят и говорят ровным счетом то же самое. Практика показывает. Но союз лучше, как я уже сказал. Ну и последний возможный исход – это капитуляция. Когда вы не в состоянии в принципе как-то договориться, у вас нет аргументов, либо вы просто уже устали бороться, вы капитулируете. Этот исход в основном касается того случая, когда у вас эмоциональное истощение на проекте. В этом случае вы никому не помогаете. Ну то есть должны помогать, но не можете помочь, потому что у вас нет сил и энергии на это. И вы просто уже не видите всю картину. В этом случае лучше просто капитулировать. Вам найдут замену. Это несложно. Как бы говоря нет заказчику, что не шмогла я не шмогла. Это лучше, чем просто вести до конца и выпускать какашку на выходе. Если говорить о тактиках. Ну о слабостях мы вкратце поговорили. Теперь о тактиках. Тактики лучше копировать. Их никто не придумывает. Они уже давно известны в психологии, в менеджменте, везде, в стратегии. Тактики на все времена, которые точно работают. Первое – это открытые вопросы, которые вы можете задавать собеседнику на переговорах. А лучше, если вы их повторите три раза. В этом случае человек точно осознает, и вы можете договориться о чем-то. Второе – это забота о противнике. То есть когда вам присылают исследование от маркетингового отдела клиента и говорят, вот мы тут исследовали, 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 исследовали и наисследовали. И поэтому у нас вот такая есть картинка красивая. мы нарисовали интерфейс. Вы такие смотрите и думаете. Есть интерфейс. Окей. А что если исследование проводил непрофессионал, а интерфейс просто вообще, ну просто слов нет. И в этом случае вы самым лучшим решением, которое может быть, можете сказать одну простую вещь. Прекрасное исследование. Мы так рады, что оно у нас есть. Просто вообще. И в этом случае маркетинг просто расцветает, потому что его работу начинают ценить. Все мы любим, когда работу ценят. И это очень важный мотиватор. Поэтому всегда перед тем, как сказать, а вот есть еще такой вариант, мы тут тоже подумали немножко, давайте как-нибудь обмозгуем. Нужно сказать, какое прекрасное он. Прекрасное исследование. И правило трех «да», которое тоже работает. Это психологический прием, который позволяет на переговорах заставить оппонента согласиться с вами три раза. И на четвертый раз вы можете просто любое утверждение, которое вам нужно, добавить. И скорее всего человек согласится в 90% случаев. Вот. Если тактик недостаточно или у вас, например, нет опыта в определенной предметной области, всегда можно обратиться к углу, к наставнику, если он у вас есть, и пойти закончить какой-нибудь тренинг или выучиться на психолога. Если вам это надо. Вот. По опыту можно сказать как бы одно. Шрамы остаются, они же шишки, которые вы потом используете. Вот. Есть… Ну, я выделил четыре случая, которые могут работать, да, на основе опыта. Это когда команда в панике и заказчик тоже. В этом случае никто из вас не знает, что делать. Вот. Менеджеры бегают с круглыми глазами и говорят, а мы такого не делали раньше. Что делать? Давайте искать специалистов. Давайте. Вот. Привлекаются все абсолютно. Вот. Заказчик, когда не знает, чего он хочет, это еще хуже, потому что вы не можете строить с ним аргументы нормально. Вот. Не можете выстроить договоренность. Вот. Он пришел, я хочу вот это и все. Я не знаю, как это делать. По сути, это позиция заказчика как бы обыденно, но она влечет за собой много рисков. Например, когда вы продумываете очень сложную систему, и если над ней реально долго не думать, вы можете создать монстра, который не нужно. А стоит такая система, может, миллиарды. Да. Вот. Ну, миллиарды – это высоко. Миллионы. Окей. Я работал в стартапе, у которого была изначально похожая ситуация. Вот. Это когда люди специально делали вид, что они все понимают, ставили задачи команде, разработке, аналитикам, маркетологам, дизайнерам, всем. Но при этом сами не понимали, чем надо. И таким образом продукт просто нащупывал почву в течение двух лет, прежде чем они ее нащупали. Представляете, сколько денег сожрал оно? Вот. Второй случай, когда команда в норме, а заказчик в панике. Это когда команда понимает, что надо делать, но заказчик послушал либо своих друзей, либо еще кого-то, либо специалиста под рукой, либо грамотного дизайнера, который ему посоветовал друг, приходит и говорит, как бы начинает, а вы такие, да все норм сейчас будет, все нормально. И в этом случае клиента нужно успокоить. Нужно дать ему пищу для размышлений, объяснить, нарисовать, показать, провести демонстрацию и дать что-то сначала, чтобы он вам поверил. Аргументы. Вот. Третий случай. Команда в панике, заказчик в норме. Это когда заказчик приходит и говорит, я хочу делать приложение, которое нафиг никому не нужно, но я хочу. Он непробиваемый в этой позиции. И вы понимаете заведомо, что вам нужно работать над продуктом, который вы делать лично не хотите. Либо команда не хочет, либо еще что-то. Либо вы не знаете, как это можно реализовать, потому что подписавшись на это, мы отвечаем за свои слова. Контрактами, деньгами, судами, чем угодно. Вот. И что лучше делать в такой случае, в этом случае, ответа на вопрос у меня нет с точки зрения, как бы поступила компания, например, стратегически. Но если рассматривать личную стратегическую цель, если вам не нравится работать на таком проекте, капитулируйте. Вот. И четвертый случай – это когда команда непрошибаема и заказчик непрошибаем. Вот. В этом случае все знают, что нужно делать. И заказчик знает, и клиент знает. И в этом случае самое грамотное, что можно сделать – это договориться о методах, как вы будете это реализовывать. Вот. В данном случае компромиссы как раз-таки уместны. Потому что если вы не сойдетесь на технологиях, о которых будет построен проект, скорее всего, клиент от вас уйдет к другому. Вот. Ну и справедливости ради надо сказать, что все эти четыре ситуации могут перетекать одна как бы в другую, да, внезапно. Это когда появляются специфические требования на проект. Например, о, а давайте сделаем умный дом. А давайте. А что туда должно входить? Да, мы уже все придумали. Вот вам список, да. Смотришь на этот список, а там два пункта. Что делать с этим двумя пунктами? Ты идешь, анализируешь, смотришь и находишь целый список устройств, которые поддерживают. И тут, внимание, внезапный вопрос. А какие устройства мы хотим поддерживать в приложении? И тут все просто уходят в непрерывный астрал на месяц. И никто не может ничего сказать. А делать надо. У меня в принципе все. Если есть вопросы, я готов ответить. Спасибо. А я вдруг поняла, что у нас нету модератора никакого, и мы сейчас скатимся в полный хаос. Поэтому решила, что, наверное, стоит взять дополнительный микрофон. Давайте мы минут пять на вопросы. Я, правда, не обещаю, что я могу добежать вот до тех рядов с этим микрофоном. Ваня, надо кричать? Можно? Или микрофон нужен? Будет идеально, если вопросов нет. Мне кажется, у тебя много вопросов должно быть. Я понимаю. Есть ли вопросы? Спасибо за презентацию. А что делать все-таки, когда все ушли в астрал на месяц? Еще раз. Что делать, когда все ушли в астрал на месяц? Здесь, смотрите, поскольку мы рассматриваем ситуацию, когда вы дизайнер, который работает в проекте под управлением, например, project manager, у вас есть люди, которые за это отвечают головой. Связаны контрактом или еще чем-то. Самый логичный способ, первый, который приходит на ум, это договориться с внутренней командой, какое решение нужно принять все-таки, как мы будем себя вести. Если с командой удается договориться, внутри договориться всегда легче, то нужный человек, который сможет эту ситуацию объяснить, это может быть либо вы, поскольку вы инициатор запроса, либо человек, project manager, управленец, который либо вас курирует, либо курирует проект. В этом случае ответственность на их лице. А заказчик, как правило, в таких случаях должен быть обязан договором таких вещей не делать. Но если мы делаем такую поблажку, и человек уходит думать, а то и группа людей уходит думать, на такой непродолжительный срок, так скажем, то самое лучшее, как я уже говорил, это если они все-таки не хотят договориться, то холодная война вам в помощь. Всем добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо. Хотелось бы уточнить, что именно вы используете для макетов, может быть, прототипов, например, там бальзамик, фигма, что нравится, что нет. Спасибо. Просто интересно мнение именно дизайнера, потому что… Я понял тебя. Смотри, ответа на этот вопрос четкого нет, потому что мы используем абсолютно все в своей работе. Бальзамик, конечно, уже реже сейчас. Но в основном это скетч, фигма и такие инструменты, как, возможно, фреймер, принципл и InVision Studio в последнее время. Это инструменты, которых в принципе достаточно для того, чтобы экономить свое время. Еще у нас ребята используют для взаимодействия друг с другом, если вы работаете в распределенной команде, такие штуки, как… Блин, забыл, как называется. Толя, как называется. Плант. Да, плант и абстракт. Вот. Такие штуки. Это для контроля версии. Ответил на вопрос? Окей. Женя, привет. Расскажи, пожалуйста, в какой момент, то есть все здорово, но в какой момент там есть точка какой-то рефлексии? То есть есть ли какой-то момент, в который ты думаешь, что может быть это я не прав, а заказчик придумал классное решение и так далее? Смотри, точка рефлексии относительно какой точки? Отдай микрофон обратно, пусть говорит. Ну, ты описываешь какие-то истории про конфликты идей, конфликты решений, где есть какая-то идея от заказчика или от твоей команды, от менеджера и так далее. А ты знаешь, как лучше. Вот в какой момент ты думаешь, а может это не я знаю, как лучше, может они знают, как лучше и может правильнее сделать так, как они думают? Да, смотри. Здесь основной момент заключается в том, что тебе не нужно открывать конфликт. Ты просто предлагаешь решение и если оно действительно как бы лучше, тебе об этом скажут. Было очень масса примеров о том, когда предлагали на соседних проектах решения, которые довольно обыденные, а заказчику нужно было именно что-то вау. И неважно, как это вау должно работать. Коллега мой, Максим, сидит в кепке в красном. Он подумал, пришел и предложил решение, от которого заказчик просто начал судорожно биться в конвульсиях от восторга. Поэтому если вы не предложите это решение, то никто о нем не узнает. Если вы его предложите и вам сказали нет, это нормально. В этом случае вы либо рефлексируете и думаете, почему нет, не говоря это на весь ваш коллектив, а почему это так. Я обычно так делаю, но ладно. Самое грамотное решение реально, если вам сказали нет, подумать три раза, почему нет. Если вы не находите аргументов, вы приходите еще раз, спрашиваете, а почему? Потому что у меня есть аргументы. Раз, два, три. И он говорит тебе, например, ну это слишком дорого. Это тоже аргумент. И дорого в этом случае покрывает все ваши аргументы, потому что если нет денег, нет разработки. На этом вопрос заканчивается. Спасибо за презентацию. Привет. Такой вопрос. Рассказывал про ситуацию, когда надо научить заказчика платить за те решения, которые он принимает. И теоретически может возникнуть такая ситуация, что он не учится. И процесс там идет длительный период, и вот он уже релиз, и вот вы там запускаетесь, выкладываете что-то там в свет, и получается плохо. И твоя война, получается, она и проиграна, потому что ты вроде бы надеялся, что он одумается. Нет. Смотри, здесь вопрос этики, вопрос цели, вопрос стратегии. Если ваша цель заработать больше денег, какой вариант вы выбираете? Если заработать больше денег, понятно. Мы говорим про дизайн. Про этику. То есть если мы сейчас говорим про дизайн, про этику, ну дизайнер перед тем, как это выпустить в релиз, явно проделал какую-то работу. И здесь нужно копаться именно не в результатах работы, а в первопричине. Почему это вообще произошло в принципе? Это означает, что дизайнер либо не включил мозг вовремя, не сообщил о проблеме, не задавал вопросов, не участвовал в переговорах, не знает картины. Чья вина? Дизайнера здесь понятно. Я говорю о том, что если был сознательно выбран принцип, то что мы сейчас будем заказчика учить. Учить, принимать решения. Верный. И не получилось. Ну не ж могла я. Понятно. Окей. Капитулировать. Капитулировать. Ясно. Спасибо. Спасибо, Женя. Мне больше всего понравилось про истерику. Мы вот от истерики завели даже винный холодильник. На всякий случай. Спасибо. 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 Спасибо.